Волшебник Золотой петушок. Русская сказка. Жили-были бабка с дедом, и были у них петух с курицей. Однажды бабка с дедом поссорились, и бабка говорит деду, «Бери, дед, себе петуха, а мне курицу дай». Вот живут дед с петухом, и стало им нечего есть. А бабки с курочкой хорошо, курочка яички несет. Говорит дед петуху, «Петушок, петушок, хоть не хочу я с тобой расставаться, а все же придется. Иди, петушок, я тебя отпускаю. Кормить мне тебя нечем, а сам ты, авось, как-нибудь прокормишься». Пошел петух, куда глаза глядят. Шел по лесу, а навстречу ему лиса. «Куда ты идешь?» «Иду царя посмотреть и себя показать». «Можно я с тобой пойду?» «Ладно». Шли они шли, устала лиса. Посадил ее петух под одно крылышко, и пошли они дальше. Навстречу им волк. «Куда путь держите?» «Идем царя посмотреть и себя показать». «Ну и я с вами». Долго они шли, устал и волк. Посадил петух и его под другое крылышко. Опять идут, а навстречу им медведь. Медведь спрашивает. «Куда идете?» «Пойдем царя смотреть, себя показать». Отвечают петух, лиса и волк. «Пойдем с нами». Пошли они дальше вчетвером. Шли-шли, устал медведь. Посадил его петух под хвостик. И дальше пошли. А навстречу им пчелы. «Вы куда идете?» «Царя смотреть и себя показать». «Пойдемте с нами». Полетели пчелы за ними, но скоро устали. Посадил их петух под перышки. И так дошли до царя. А тот в это время спал. Петушок взлетел на забор и закукарекал. Царь проснулся и закричал. «Кто меня будет?» Слуги поймали петуха и привели к царю. Царь увидел его и закричал. «Бросьте его к моим курам и петухам». Бросили его в курятник. А все петухи и куры бросились клевать его. Тогда он выпустил лису. Она всех их подушила и сложила головки в одну сторону, тушки в другую. Тогда слуги бросили петушка к баранам, чтобы те его затоптали. Но петух выпустил волка, а тот придушил баранов и сложил головы в одну сторону, а туши в другую. Тогда бросили его к лошадям. Петух выпустил из-под хвостика медведя, и он сделал с ними то же, что лиса с курами и волк с баранами. Привели неугомонного петуха к царю. Петух встряхнулся и выпустил всех пчел. Они стали кусать царя. Не выдержал царь и закричал. «Бери, что хочешь, только убери этих пчел». Петух убрал пчел и потребовал, чтобы царь дал столько золота, сколько у него, петушка, перышек. Дал царь ему золото. Пошел петух к деду. Пришел и говорит. «Постели, дед, одеяло». Дед расстелил одеяло, а петух встряхнулся и вытряхнул золото. Дед так и присел. Пошел дед к бабке взять мерку. А бабка хитрая была. Вымазала дно мерки медом. Ко дну прилипла монетка. Увидала ее бабка и послала свою курицу доставать золото. Курица пошла, повалялась с дорожной пыли, нацепляла разных черепков, склянок и пришла домой. «Бабка, стели одеяло мне». Бабка расстелила одеяло, курица встряхнулась и на одеяле остались только черепки, склянки и пыль. Пошла тогда бабка к деду и говорит ему. «Давай, дед, жить вместе». И стали они жить поживать и добра наживать. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.